МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних 7 дней. Благоустройство дворовых территорий и организация доступной среды в многоквартирных домах. Традиционный муниципальный форум «Управдом» состоялся в Люберцах. О делах за чашкой кофе. Люберецкие предприниматели встретились на бизнес-завтраке. Украли тишину. Госадмтехнадзор оштрафовал нарушителей за недопустимый шум. Уникальный тренажер против ДЦП в социальный реабилитационный центр. В Люберцах закупили новое оборудование. Интеллектуальный спорт. В Люберцах прошел муниципальный этап спартакиады по шахматам. Постежеры, укладки и макияж. Люберецкая команда заняла третье место на фестивале красоты Невские берега. Страна, над которой не заходит солнце, в Люберецком краеведческом музее на минувшей неделе открылась фотовыставка. Очередной семинар Роскомнадзора прошел в здании Люберецкой администрации. Участники совещания обсудили проблемы взаимодействия провайдеров и управляющих компаний. Детально были рассмотрены вопросы размещения средств и линий связи в многоквартирных домах. В открытом очном семинаре Управления Роскомнадзора приняли участие руководители различных организаций Подмосковья, предоставляющих услуги связи. В начале заседания рассмотрели вопросы взаимодействия операторов с уполномоченными государственными органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. Основной темой стало внедрение за счет операторов специальных технических средств, предназначенных для работы ФСБ. Оператор при получении лицензии обязан согласовать план реализации с орган с оператором связи в течение трех месяцев, в соответствии с которым по пункту выполнять его. Да, конечно, вещь достаточно дорогостоящая, не очень хорошая для оператора, по большому счету, но она необходима и нужна. Затем участники встречи перешли к обсуждению проблем, возникающих и интернет-провайдеров и управляющих компаний. В соответствии с требованием жилищного законодательства, оборудование, которое подключается провайдерами, устанавливается в доме на общем имуществе. Поэтому решение об его установке может быть принято только собственниками на общем собрании. Собрание может проводиться общее по созыву любого из числа собственников этого многоквартирного дома. Если собственник решил выбрать любую компанию, которая предоставляет услуги интернета, связи, он может создавать общее собрание, провести и на общем собрании, соответственно, они это примут решение. По словам представителя госжилинспекции, на сегодняшний день в 43 тысячах домов столичного региона предоставляются услуги связи двумя и более интернет-провайдерами. Соответствующее распоряжение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Согласно проведённому мониторингу, подключить к услугам интернет-связи остаются только 4 тысячи подмосковных домов. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошёл традиционный муниципальный форум «Управдом». На этот раз присутствующие обсудили комплексное благоустройство дворовых территорий, организацию доступной среды в многоквартирных домах, а также другие актуальные вопросы. На этот раз первая тема в повестке дня муниципального форума «Управдом» – благоустройство придомовых территорий. В 2017 году эта работа была завершена с опережением графиков. Всего было приведено в порядок 69 дворов. Интересно, что два из них были включены в план работ благодаря голосованию на сайте Добродел. Выполнены работы по установке 56 детских и 58 спортивных площадок. В благоустроенных дворах создано дополнительное парковочное пространство на 1460 машиномест. Таким образом, задача по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2017 год выполнена. Также представители администрации управляющих компаний подрядных организаций вместе с жителями обсудили создание доступной среды в многоквартирных домах для людей с ограниченными возможностями. Оказывается, управляющие компании, устанавливая тактильную плитку или меняя пандус в подъезде, сталкиваются с непониманием люберчан. «Зачем это нам нужно? У нас здесь живет только один слабовидящий. Мы тут ходим с колясками, с детьми. Старые пожилые люди, мы будем спотыкаться. То есть вот у нас реально есть проблемы на 20% подъездов». Учитывая тот факт, что в городском округе Люберца проживает порядка 24 тысяч инвалидов, это больше всего по области, решено проводить разъяснительные беседы с населением. Кроме того, во время форума жителям объяснили механизм работы автономных пожарных извещателей, установка которых тоже вызывала вопросы. «Все работы проводятся бесплатно в рамках муниципальных программ безопасной Подмосковья. Для установки датчика требуется просверлить два отверстия вместо установки, и поэтому ущерба ремонту никакого не представляет». Во время второй части форума «Управдом» все жители, которые пришли на мероприятие, могли задать свои вопросы или рассказать о сложной ситуации в сфере ЖКХ. Было решено, что сотрудники отдела благоустройства в короткие сроки выйдут по адресам, где необходимо решить озвученные проблемы. В Люберецком каворкинг-центре состоялся очередной бизнес-завтрак. На встрече за чашкой кофе местные предприниматели поделились интересным опытом, а также рассказали друг другу о новых проектах. Такие неофициальные, но все же бизнес-встречи проходят в Люберецком каворкинг-центре каждый месяц. За чашкой чая или кофе местные предприниматели сразу двух зайцев убивают, и деловые вопросы решают, и время в приятной обстановке проводят. «Обмен опытом, поиск контрагентов, соответственно, плюс приходят иногда из администрации, нам представители отвечают на вопросы бизнеса, связанных с этой работой. Приходят из, там, вот сегодня банкиры, например, пришли к нам, институт дополнительного образования, который помогает». Такой формат общения обладает рядом преимуществ. Во-первых, позволяет освободиться от страха чужой территории, ведь если встреча состоится в офисе одной из сторон, есть вероятность, что вторая будет чувствовать себя неуверенно. Во-вторых, помогает увидеть конкретного человека вне пространства компании. На подобных мероприятиях в присутствующих ослабевает сотрудник и просыпается личность. «Если вы хотите заниматься бизнесом, то вы должны достаточно быть открытым человеком». Тема бизнес-завтраков каждый раз разная. Сегодня, например, на встрече сотрудник одного из учреждений дополнительного образования презентовал свою компанию. Помимо бизнес-завтраков, в каворкинг-центре проходят семинары, курсы и тренинги. Кроме этого, здесь можно принять участие в настольных играх и посмотреть кино. Информация обо всех прошедших и будущих мероприятиях есть в социальных сетях каворкинг-центра. Вход свободный и для всех желающих. В Люберцах устанавливают пожарные извещатели в домах многодетных семей, людей, попавших в трудную ситуацию, а также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Эти работы проводятся в соответствии с программой правительства Московской области, безопасность Подмосковья и муниципальной программой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа Люберцы. Пожарные извещатели – это устройство, которое информирует человека о начале задымления помещения. При этом подаёт громкие звуковые сигналы, что позволяет заметить пожар и оперативно приступить к его ликвидации, даже в ночные часы. Мы попали под категорию «семья, воспитывающая ребёнка-инвалида». В трёхкомнатной квартире установили в каждой комнате по датчику на кухне, в коридоре и в ванной. Теперь я совершенно точно уверена, что мои дети, находясь одни дома, будут защищены. По крайней мере, звук будет точно. Если начнётся пожар, то звук, по крайней мере, их оповестит о том, что они могут вовремя выйти из квартиры. Однако пока далеко не все льготники городского округа, которые должны получить извещатели, дают на это согласие. Из 11,5 тысяч устройств установили только более тысячи. Причины отказов у люберчан разные. В первую очередь, их опасения связаны с тем, что это материально обременит их. Или же за ними будет вестись слежка. Представители власти развеивают эти и многие другие мифы. Устанавливаются датчики. Электроэнергия у жителей не берётся, а потому что батарейки устанавливаются в этих приборах. Батарейки тоже. Это всё в комплекте идёт. Кроме того, после установки эта аппаратура, эти датчики, они становятся гарантийные, вообще на обслуживание. Абсолютно гарантированно. Это бесплатно, слежек никто ни за кем не будет вести. Для реализации программы «Безопасность Подмосковья» только из регионального бюджета выделено более 4 миллионов рублей. В домах многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, их устанавливают абсолютно бесплатно. В первую очередь пожарный извещатель – это залог безопасности населения. Власти призывают люберчан, которые находятся в льготных списках, не отказываться от помощи государства. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт станции скорой помощи. Напомню, он стартовал в начале сентября. Ход ремонтных работ на объекте отслеживают сотрудники местной администрации. С момента постройки Люберецкой станции скорой медицинской помощи, а это с 1994 года, здесь ни разу не проводился ремонт. В государственную программу здравоохранения Подмосковья этот объект вошел еще в 2016 году. Но из-за несостоявшихся торгов работы перенесли. Долгожданное обновление подстанции началось месяц назад. Строители уже завершили демонтаж помещений, заменили окна и приступили к отделочным работам. По графику окончания ремонтных работ это 1 декабря, но у нас достаточно приличная строительная компания, которая по графику обещает нам сдать уже в середине ноября ремонтную работу. Еще один медицинский объект, который вошел в областную программу – хирургическое отделение ЛРБ номер 2. В прошлом году здесь практически завершились все наружные работы. Сейчас строители ремонтируют кровлю здания. А внутри помещения реставрация проходит на первом и втором этажах. На данный момент рабочие выполняют демонтажные работы. По графику хирургический корпус должен быть готов к полноценной работе в конце 2018 года. Здесь очень много меняется инженерных коммуникаций, основных несущих конструкций внутри, как плиты перекрытия, стены несущие. И поэтому для выполнения этих работ была разработана проектно-сметная документация, которая сейчас находится в экспертизе. Пациенты перераспределены в других отделениях. Всего в рамках реализации программы здравоохранения Подмосковья отремонтируют 14 люберецких больниц и поликлиник. Работы на семи объектах завершатся до конца декабря. Остальные учреждения распахнут свои двери после ремонта только в следующем, в 2018 году. Новая управляющая компания взялась за ремонт подъездов в Малаховке. До конца года необходимые работы проведут на 33 объектах. На днях руководство организации встретилось с жителями поселка, чтобы выслушать пожелания и отзывы относительно обслуживания домов. В доме номер 14 по Быковскому шоссе в Малаховке комплексный ремонт подъездов не проводился давно. Местные жители даже не могут вспомнить, когда в последний раз здесь находились рабочие. Сейчас с приходом новой управляющей компании над восстановлением входных групп трудятся ежедневно с утра до вечера. Ребята, конечно, очень аккуратно все делают, стараются. Прямо мне кажется, у нас так не делали ремонт. Работы здесь начались буквально неделю назад, наверное, может чуть раньше. С утра до вечера они работают, штукатурят тут. Приводит в наш подъезд порядок. Работы проводятся в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». До 25 октября в этом доме завершится косметический ремонт четырех входных групп. На данный момент сотрудники управляющей компании приступили к покраске стены потолков. Затем они заменят почтовые ящики и отремонтируют двери. По данным объектам у нас везде уже согласована цветовая гамма подъезда с жителями. Также ведется работа по еще двум адресам. То есть на данный момент у нас три адреса. Так в Малаховке преобразятся 33 подъезда. По словам руководителя управляющей компании, ремонтные работы в 12 домах планируют завершить до конца текущего года. День открытых дверей прошел в управляющих компаниях Подмосковья. Акцию организовала Государственная жилищная инспекция области. В Люберецком районе среди других организаций жители гостеприимно принимала Люберецкая управляющая компания. Уже ставшая традиционным, мероприятие проводится ежеквартально и обязательно в выходной день по субботам. Этому есть разумное объяснение. Жители, которые находятся где-то на работе, где-то по другим причинам, нет возможности посетить в приемные дни, задать вопросы, получить полные достойные ответы в присутствии представителей Государственной жилищной инспекции. Проводятся вот такие дни открытых дверей под эгидой Государственной жилищной инспекции Московской области. Тема ЖКХ была и остается одной из самых животрепещущих для жителей Люберецкого округа. И день открытых дверей в управляющих компаниях – прекрасная возможность получить ответы на все вопросы напрямую и без очередей. Содержание, допустим, общедомового имущества. Людям интересно, что входит в содержание общего имущества, какая последовательность той же уборки места общего пользования, для регламентных работ по подготовке, допустим, жилищного фонда к сезонной эксплуатации. Вопросы, связанные с капремонтом. Также много вопросов по начислениям, по расчетам. Охват аудитории, которая посещает подобные мероприятия, огромен. Это не только люди старшего поколения, которым самим трудно разобраться в расчетах, но и молодежь. У нас очень активный молодежь, которая очень хорошо разбирается в законодательстве и, соответственно, разбирается в расчетах, подсчетах. И, естественно, очень интересны эти вопросы. Но, как правило, молодое поколение, они эти вопросы как раз-то и могут разобраться сами. Их больше, конечно, волнует вопрос об устройстве детских площадок, чтобы им было чисто во дворе. На день открытых дверей можно прийти не только с вопросом или проблемой, но и просто познакомиться с управляющей компанией. Особенно это важно при необходимости проведения ремонтных работ, например, замены изношенного полотенцесушителя. Ведь в случае, если подобные работы будут выполнены управляющей компанией, ее сотрудники несут за них ответственность и дают гарантию, в то время как любое вмешательство в общедомовое имущество неуполномоченной на ту организации не допускается. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Инспекторы Госадмитехнадзора оштрафовали предприятие по переработке металла в Люберцах. Административную ответственность организация понесет за систематическое нарушение закона о тишине. В том, что она действительно создает неудобства жителям близлежащих домов, убедился наш корреспондент. Такой грохот и шум жители домов по улице Южная терпят уже 10 лет. Демонтаж металлических конструкций, прием и переработка металлолома происходит буквально в шаговой доступности от жилой зоны. Предприятие работает с раннего утра и до позднего вечера. Даже в выходные и праздничные дни людям отдохнуть не получается. Работали они по-разному. Из 6 утра до 24 в ранние годы. Сейчас работают где-то до 8, начиная утра. И заканчивают 8, начало 9. В воскресенье последнее, 24 сентября. Работали до начала 9, до 8. Грохот стоит неимоверный. Особенно в выходные заширяются, просто над нами издеваются. Согласно закону, в Московской области запрещено нарушение тишины и покоя с 9 вечера до 8 утра, а в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10 часов утра. За систематическое нарушение этих требований организация «Вторчермет» была штрафована на 20 тысяч рублей. У организации есть 10 дней на обжалование данного постановления и, соответственно, 60 дней на оплату данного постановления. Пока на данный момент штраф не оплачен. Ранее данная организация к административной ответственности не привлекалась. Это первый раз, но я думаю, что не последний, так как жалобы жителей все равно после привлечения поступают к нам. Нарушение покоя из-за шумных работ – это далеко не единственная проблема, которую создает предприятие. Оно производит внушительное количество пыли от металлических изделий. Неравнодушные люберчане готовы бороться за то, чтобы организация прекратила свою деятельность. Стоит отметить, что по инициативе жителей улицы Южная осенью прошлого года остановилась работа экологически опасного цементного завода. В Люберцах состоялся семинар совещания Московского областного отделения партии «Единая Россия». На встрече обсудили партийные проекты «Городская среда» и «Управдом». Партия «Единая Россия» на протяжении нескольких лет реализует более 20 проектов, связанных с разными сферами жизнедеятельности. Два из них – «Управдом» и «Городская среда» – тесно связаны между собой. Ведь, к примеру, обустраивать дворы и делать ремонт подъездов нужно обязательно, учитывая мнение жителей. Без взаимодействия работать по реализации этих партийных проектов невозможно. Поэтому сегодня было принято решение, и здесь собрались люди, которые занимаются одним партийным проектом и другим партийным проектом. И мы говорим о том, что вообще нужна координация действий. Поэтому речь идет не о слиянии, а о координации. Так или иначе, для эффективного взаимодействия двух партпроектов должен поддерживаться постоянный контакт со старшими по домам. Ведь они контролируют качество уже выполненных работ и собирают заявки на то, что только должно реализоваться. Об этом в своем выступлении говорил координатор регионального проекта «Городская среда». В следующий год он должен быть показательным в плане того, чтобы то, что выстроим мы с вами, это вошло в программу МинДЖКХ. Институты должны идти снизу. Речь идет о чем? О сборе заявок. Люди лучше знают, что им надо. Поэтому на этапе как сбора заявок, так и проектирования, обсуждения этих проектов и так дальше все должно вести с общественностью. Кроме того, на встрече решили создать межпроектную рабочую группу, на которую возложат обязанности по разработке методов контроля, благоустройства дворовых территорий и качественного взаимодействия со старшими по домам. А чтобы работа по реализации проектов была продуктивной повсеместно, участники встречи приняли решение создать советы МКД практически во всех домах Подмосковья. А управдомов обучать по всем направлениям. Нам сегодня нужно двигаться дальше. Мы всегда говорим так, что управдома – это помощники. Еще одни глаза, еще одни уши, еще одни ноги, потому что ни в одной организации не хватит только человеческого ресурса. Поэтому здесь хотелось бы либо обучающий семинар эффективный МКД. Семинар-совещание собрал представителей всех крупных городов Московской области, где сконцентрировано наибольшее количество проблем и задач, которые необходимо решать. Также в ходе встречи участники обменялись мнениями и обсудили совместный механизм реализации инициатив в сфере ЖКХ. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Инновационный тренажер для лечения больных ДЦП появился в одном из социально-реабилитационных центров в Люберцах. Уникальное оборудование приобрели депутаты Московской областной думы Игорь Каханный и Дмитрий Дениско по просьбе местной жительницы. Просто счастливы. Я не знаю. Ты знаешь уже, да, где старт? Фатиме Яхияевой 9 лет. Со страшным диагнозом ДЦП она живет с рождения. Но девочка не сдается и не опускает руки. Вместе со своей семьей она борется с болезнью. Надо фиксировать ножки. Головку поприезжали, залубят. В этот центр Фатима вместе со своей мамой ходит уже два года. Девочка лечится здесь бесплатно и проходит полный курс реабилитации. А теперь, когда в учреждении появился этот инновационный тренажер, надежды на улучшение состояния здоровья ребенка стало еще больше. Попросила о том, чтобы Дмитрий Валентинович мог приобрести этот тренажер. И вот потом буквально через получается полгода мне сказали, что вот-вот уже покупает этот тренажер. И, конечно, мы очень благодарны ему. Этот тренажер заставляет работать все мысли рук, суставы все работают и ноги. Потому что вот как велосипед крутятся и ручки, и ножки. Тренажер действительно очень эффективный. Он помогает не только больным ДЦП, но и людям с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он очень удобен в использовании. Его можно подкатить куда угодно, например, к кровати или койке. Кроме этого, у него масса других достоинств. Аппарат, ну, он не столько уникален, сколько он создан специально под проблему. То есть это проблема опорно-двигательного аппарата. Больные неврологические тоже могут на нем работать. И с любыми контрактурами после травмы. Посмотреть на аппарат и узнать мнение сотрудников реабилитационного центра о его работе лично приехали депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Дениско. Увиденным остались довольны. Мне очень понравилось, что это наш отечественный производитель. Это и тема гарантии, это и тема запасных частей, это и тема обучения. То есть и сотрудники центра подтвердили, что они находятся на постоянной связи. Один телефонный звонок, специалист подъезжает. Увидели, как занимается ребенок, да, что развивает этот аппарат. И очень радует, что у ребенка с момента приобретения аппарата налицо прогресс в двигательной системе. Уникальный аппарат был приобретен на средства, которые ежегодно выделяют депутатам Московской областной думы. По деятельности каждого из них закладывается 15 миллионов рублей. Депутаты тратят эту сумму согласно потребностям жителей. Несколько спортивных площадок в школах. По детским садам у нас теневые навесы, ремонт благоустройства прилегающей территории детских садов. В одном садике, я помню, пищеблок, но это, скажем так, уже потому что там очень критическая ситуация. Нас очень просили где-то там видеонаблюдение. В один детский садик даже игрушки мы приобретаем, то есть попросили. Кроме этого, на материальную помощь малообеспеченным жителям, попавшим в трудную ситуацию, выделяется 2 миллиона рублей. Также депутаты планируют сделать площадку для спорта и выступлений в одном из детских домов творчества на территории округа. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Спортивный социальный час. Под таким названием в стенах спортивных клубов «Люберец» проходят бесплатные тренировки. Благодаря этому проекту заняться физподготовкой могут все желающие подростки. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Мне эта тренировка позволяет развить силу, выносливость. Мне очень нравится эта тренировка. Раньше Фазел Вердиян занимался только единоборствами. Проект «Спортивный социальный час» позволил парню узнать, что такое силовые нагрузки и функциональные тренинги. Такую уникальную возможность заниматься бесплатно предоставил «Люберецкий спорткомитет» совместно с общественной организацией «Русский лад». В первую очередь мы хотим задать тон здорового образа жизни, показать, как стоит вести себя в жизни. И тем более для подростков очень важно, превозмогая себя физически, люди растут духовно. Они могут чувствовать себя более уверенно в жизни, во взрослой жизни. В рамках проекта «Один час в неделю» залы нескольких «Люберецких клубов» становятся территорией спорта для подростков, пенсионеров и любителей боевых искусств. Занимаются жители, конечно, не сами. Тренировки для них проводят сертифицированные профессионалы. В этот раз, к примеру, наставник показал ребятам технику общеукрепляющих базовых упражнений, которые помогут им в будущем в любом виде спорта. В моё время, когда я рос, не было такой возможности ходить в спортзал, приобретать какие-то бесплатные уроки благотворительные, ходить на такие площадки, которые сейчас имеют дети. Поэтому хочется внести немножко радости, чем-то быть полезным. Кроме того, что Андрей Сухин – профессиональный тренер, он ещё и актёр театра и кино. Простые тренировки он совмещает с элементами сценического мастерства. Оттого и ребятам заниматься интересней. «Спортсотчас» – это один из многих проектов «Русского лада», реализуемых на территории Люберецкого округа, который подаёт пример как другим общественным организациям, так и спортивным клубам. Мы бы хотели пожелать, чтобы фитнес-клубы городского округа присоединились к нашей программе «Спортсотчас» и выделили хотя бы по возможности один час в неделю, для того, чтобы жители округа, молодое подрастающее поколение, могли прийти вечером в тренажерный зал, позаниматься, получить какую-то компетентную рекомендацию от тренера. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошли отборочные соревнования по художественной гимнастике. В них приняли участие 300 юных спортсменок из 54 городов России. 20 из них защищали честь нашего округа. Этим маленьким королевам обруча и скакалок не больше 12 лет, а самым юным участницам соревнований всего шесть. Для каждой из них художественная гимнастика – не детское развлечение, а абсолютно осознанный путь, смысл жизни. Всероссийские соревнования «Юные гимнастки России» проходят в Люберецком дворце спорта «Триумф» уже в седьмой раз. Сначала идут групповые упражнения, потом индивидуальные выступления. Самые маленькие детки, конечно, они выступают по третьему юношескому разряду, а девочка, которая 2005 года, выступает по первому взрослому разряду. Люберцы на этом ковре представляют 10 спортсменок. Несмотря на непростые условия тренировок, говорит старший тренер, девочки подготовились хорошо. Выступила всего лишь пока только одна из наших спортсменок. Мы пожелаем ей удачи. Это Саша Красина. Сейчас она пока занимает второе место. Ожидала, что будет награда какая-нибудь. Но даже если я не займу какое-то место, будет для меня какое-то достижение. А вот что для тебя вообще значит художественная гимнастика? Это моя жизнь. А почему? Ну, я с ней начала заниматься. Это часть меня. Поэтому я не могу без нее. Если я ее брошу, то я буду жалко. Я буду грустить. Всего в соревнованиях приняли участие 300 юных спортсменок из 54 городов России. В основном это гимнастки из Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга. И удивительно, но несмотря на большие расстояния, много было девочек с Дальнего Востока. Мы с города Владивостока. Мы приехали, чтобы на соревнования, во-первых, а во-вторых, посмотреть на девочек, как они выступают. И некоторые броски, мастерства, равновесия, повороты сделать. Ну, конечно, не только показать самих себя другим тренерам и показать, какие мы крутые. По итогам соревнований юные гимнастки России лучших спортсменок отберут для участия в первенстве России среди юниоров. Вторая часть спортивного мероприятия – турнир на призы от холдинга «Вертолеты России». В нем примут участие уже взрослые девочки. Среди них еще 10 люберчанок. В Леберцах прошел турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф». В соревнованиях участвовали 150 юных спортсменок. В своих выступлениях они использовали разное снаряжение – обручи, мячи и булавы. Добавлю, что все участницы прошли отборочный этап открытых всероссийских соревнований юные гимнастки России по художественной гимнастике. Оксана Романова, тренер по художественной гимнастике, привезла спортсменок на такие соревнования впервые. Девочки выступают с программой кандидатов в мастера спорта. Первый раз в Леберцах, первый раз на таких соревнованиях, первый раз на всероссийских, на чемпионате профсоюзов спортивного общества. Каждодневные тренировки, каждодневный труд надо выкладываться, конечно, каждый день. Расслабляться нельзя. Улучшать сейчас свои физические качества, способности. Оксана сегодня приехала вместе с тремя гимнастками. Лиза Нечапуренко рассчитывает на высокие оценки. Девочка с детства занимается этим не только красивым, но и очень тяжелым видом спорта. Сначала, когда я была маленькая, все мои друзья умели делать колесо, и мне хотелось научиться делать просто колесо. И я пошла, и потом оказывается, что у меня были хорошие данные, и осталось до сих пор. Чтобы добиться хороших результатов, Лиза тренируется каждый день по несколько часов. Признается, бывает и больно, и трудно. Однажды даже хотелось все бросить, но теперь девочка уверена, пойдет до конца. У нее большие планы. Хочу добиться успеха, как Яна Кудрявцева и Маргарита Мамон. Осенний триумф – турнир по художественной гимнастике на призы холдинга «Вертолеты России» проходит в Люберцах уже в седьмой раз. На турнире выступают лучшие спортсменки, которые прошли отборочный этап открытых всероссийских соревнований юной гимнастки России. Вере Мартынович 10 лет. Девочка занимается гимнастикой большую часть своей жизни. Сегодня поддержать ее пришла мама. Она верит, у Веры все получится. Самое сложное – научиться не переживать и работать над собой. Бывает разное, но когда ты видишь результаты, когда она понимает, что чего-то достигла, это приносит огромную радость. Худорственная гимнастика – это выполнение под музыку различных гимнастических танцевальных упражнений, как с предметами, обручами, чебулавы, так и без них. В СССР худорственная гимнастика как вид спорта возникла и сформировалась в 40-е годы, а спустя почти 40 лет стала олимпийским видом спорта. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел муниципальный этап спорта-гиады по шахматам. В нем приняли участие 120 школьников из 30 учебных заведений. Соревнования проходили в напряженной борьбе. Этому способствовал высокий уровень подготовки соперников. Сегодня я нахожусь на шахматном турнире и выступаю за свою гимназию номер 56. И сегодня я бы хотел пожелать всем успехам участникам, которые приехали на данное мероприятие. 13-летний Владислав Григориан с шахматами занимается 8 лет. Говорит, что это его хобби. Считать, что шахматы развивают аналитическое мышление, логику и способности решать поставленные задачи. На сегодняшний турнир пришел с твердым желанием победить. Все участники муниципального этапа спорта-гиады по шахматам, это 8 команд, отобраны по итогам предварительных соревнований. Их возраст от 7 до 17 лет. Здесь играют самые сильнейшие юные шахматисты города Люберцы. В шахматах вообще-то практических результатов больше добиваются мальчики. Это, наверное, зависит от физиологических особенностей, склада ума. Не обращая внимания на общепринятое мнение и статистику, шахматистка Ирина Драбедько занимается этим интеллектуальным видом спорта уже 11 лет. Когда я была совсем маленькая, у меня бабушка захотела играть. Затем, с того интереса мне, я пошла на кружок шахматный. И в дальнейшем уже пошла в клуб. А потом понеслось. Победы в многочисленных муниципальных соревнованиях. Статус чемпионки Украины по классическим шахматам среди девушек в возрасте до 14 лет. Первое место по Московской области среди девушек в возрасте до 19 лет. И на этом Ирина останавливаться не собирается. Девочка еще и спидкубингом занимается. Вот уже около трех лет собирает головоломки на скорость. Первый раз сидела где-то с 11 вечера до 4 утра. Не понимала, как там просто крестик собирают. То есть было для меня очень сложно. То есть потом я научилась спустя дня три. Потом быстрее, быстрее, быстрее. А сейчас для нее ничего не стоит собрать кубик-рубик за 10 секунд. Победителем по итогам сегодняшнего турнира стала команда гимназии номер один. Ребятам выпала честь защитить городской округ Люберцы на зональном этапе областных соревнований по шахматам и шашкам среди школьников. Второе и третье места заняли команды школ номер 56 и лицея номер 12 соответственно. Им вручили памятные грамоты. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Неопалимая купина. В Люберцах наградили победителя областного этапа конкурса по пожарной безопасности. В этом году школьники городского округа получили рекордное количество призовых мест. И теперь их работы поучаствуют в финальном отборе, где члены жюри выберут лучшие со всей страны. Каждый из вас здесь присутствующих уже внес большой вклад в развитие и профилактику пожарной безопасности не только нашего Люберецкого округа, но и всей Московской области. За неравнодушное отношение к такой важной теме, как пожарная безопасность, каждый ребенок заслуживает награды. Матвей Зайцев в свои юные годы уже осознает, что профессия огнеборцев ценилась всегда. Интересный замысел рисунка школьнику принес первое место. Я нарисовал пожарных трех разных веков, потому что я горжусь этой профессией, то, что они спасают людей, выполняют такую сложную работу и защищают нашу Родину. Всего на областной этап конкурса «Неопалимая купина» из Люберец прошло 9 участников. Из них трое победили и столько же ребят заняли призовые места. На ежегодное мероприятие школьники отправляли рисунки, подделки и другие виды декоративно-прикладного искусства. Иными словами, все то, что можно сделать своими руками, главное на противопожарную тематику. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы привить навыки осознанного пожаробезопасного поведения детям, нашему подрастающему поколению. И, конечно же, всем известно, что намного лучше вся информация усваивается в игровой форме. Одно из ответвлений такой профилактической работы, глобальной, которая проводится с нашим подрастающим поколением, как раз-таки являются и подобного рода конкурсы тематические. Однако талант люберецких школьников на декоративно-прикладном искусстве не заканчивается. Уже в другом областном конкурсе «Человек доброй воли», который тоже посвящен противопожарной тематике, за лучшие стихи и очерки в газетах они получили заслуженные благодарности и призы. Все два конкурса посвящены 125-летию образования Российской пожарной службы. Мы направляли на область шесть работ. Это конкурс авторского творчества, это стихи, басни. Также у нас были очерки из газет, и у нас три победителя в этом конкурсе. Но, вероятно, это еще не все достижения наших ребят. Впереди у победителей областного этапа конкурса «Неопалимая купина» финал, где члены жюри выберут лучшие работы со всей России. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Команда «Люберец» заняла третье общекомандное место на международном конкурсе «Невские берега». В фестивале современной индустрии красоты участвовали как преподаватели, так и учащиеся от Центра социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа. Как удалось достичь такого успеха и что вдохновляет начинающих стилистов, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Распределяешь меня? Не бойся. Чем больше, тем лучше. Чтобы не было кусочками. Не бояться реализовывать свои фантазии и делать клиентов счастливыми – это его жизненная кредо. Сергей Середкин уже 17 лет преподает парикмахерское искусство в Люберецком центре трудовой профориентации. Многочисленный победитель международных и всероссийских конкурсов по-настоящему предан своему делу. Однако лучшая награда для Сергея – возможность передать свои навыки подрастающему поколению. Потому что с детьми очень интересно работать. Они как раз и вдохновляют на всевозможные вот эти вот работы. Причем даже иногда даже они мне подсказывают сами, какую работу можно будет придумать. Дальше я сам дорабатываю. В Центре трудовой профориентации воспитанники учатся абсолютно бесплатно. Благодаря ему простые школьники могут выбрать свое призвание уже седьмого класса. А способные ученики принимают участие в престижных конкурсах, где набираются мастерства и черпают вдохновение. Одно из последних достижений учреждения. Третье – общекомандное место на международном фестивале красоты «Невские берега». Масштабно мероприятие люберецкие мастера впервые поучаствовали все вместе. И имели там небывалый успех. Завоевали 10 наград. В личном зачете отличились две ученицы и три преподавателя. На самом деле в качестве визажиста я довольно-таки новичок. То есть я всего лишь два года в профессии. И это мой первый конкурс, в котором я участвовала. И я очень сильно волновалась. Но несмотря на это я заняла третье место в международном чемпионате среди визажистов-мастеров. На мне постеженная работа – шляпа, выполненная полностью из искусственных волос. На ее изготовление в среднем ученик тратит около трех месяцев. Именно фантазийная прическа с постежером в этот раз на конкурсе у люберчанок удалась больше всего. Красивейшее изделие встраивается прямо на готовую укладку. Заранее продумывается весь единый образ в целом. Второкурзница Ирина Седых, к примеру, этому уже научилась. На фестивале взяла бронзу за макияж и оказалась пятерки лучших за постежерную работу. Тема была экибана. Приходилось создавать, где что будет стоять, какого цвета, почему именно эти элементы, цветы, листья. Все должно сочетаться, так как экибана – это японское промысло, и там все четко. Я представляла, что моя модель будет вазой, из которой будет композиция из цветов. Еще один призер Невских берегов среди учащихся – Екатерина Кольцова. Хоть и повседневный городской стиль в ее исполнении получил бронзовую награду, все же девочка больше любит творить торжественные образы – вечерние и свадебные прически. Центр профориентации позволил ей превратиться в начинающего профессионала. Я хочу стать стилистом, потому что это общение и работа с людьми. Во-вторых, ты всегда в курсе того, что модно, потому что для девочки это очень важно. Совсем скоро представители Центра профориентации отправятся на чемпионат России по парикмахерскому искусству. Но теперь уж точно только командой, чтобы повторить свой успех. Анна Троян, Никита Скраган и Павел Корнев, телеканал ЛРТ. Страна, над которой не заходит солнце. Под таким названием открылась новая выставка в Люберецком краеведческом музее. В экспозиции фотографии природы животных из разных уголков России. Их автор – молодой фотограф и телеоператор Никита Скраган, член команды телеканала ЛРТ. Сёрфер в закатном свете на Плещеевом озере. Влюблённые на волнорезе и новороссийские горы. Щенок на пляже в Гаграх. Настороженная волчица в московском зоопарке. В этой выставке, кажется, застыли мгновения сокровенного единения с природой. Для фотографа Никиты Скрагана это дебют, первая экспозиция. Идея выставки появилась спонтанно. Я много путешествую по России, в общем-то и не только. Ну и, естественно, с фотоаппаратом обязательно, чтобы все эти воспоминания были в каком-то наглядном виде для меня. И после очередной поездки, сидя дома в фотошопе, доводя фотографии до ума, я понял, что уже накопилось какое-то количество, которое хочется всем показать, поделиться как-то. В Люберецком краеведческом музее инициативу начинающего фотографа поддержали охотно. Предоставили помещение, помогли с оформлением экспозиции. Очень важно, что его работы носят патриотический характер, показывают красоту нашей необъятной России и многообразие природы. И, кстати, из всех посетителей музея особенно нравятся они детям. Всегда, когда очень нравится работа, с ними фотографируются, дети просто валом бегали по этой выставке, обязательно все фотографировали. То есть это действительно реакция, это действительно успех для художника. На официальное открытие выставки пришли близкие родственники и друзья фотографа. Каждый из них по-своему горд. Дедушка с бабушкой, например, считают, что работая в журналистике, необходимо всегда развиваться и расширять горизонты. Действительно, в нашей стране есть уголки от тропиков до северного сияния. И все, от моря, океаны до Калининграда, все это наше. И показать все сюжеты, связанные с природой, связанные с животным миром, связанные с рельефом, это действительно задача достойная. Я думаю, что союз становится богаче от того, что в нем существуют, работают, творят молодые, сильные, умные, талантливые люди, которые умеют не закрываться в какую-то узкую свою специальность, в какие-то узкие темы, а умеют видеть мир во всей его красоте и весь простор этой жизни видеть. Но все же признался молодой фотограф. Решиться на эту выставку, да и вообще поверить в то, что ты свободен творить, путешествовать, жить в полную силу, это было не так-то легко. Тут, конечно, большое спасибо. Очень хочется сказать, во-первых, родственникам, во-вторых, моей девушке, которая меня постоянно пинает, говорит, давай, иди, делай, надо, 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 надо. Тут, кстати, тоже несколько фотографий ее есть. И вот если бы не эти постоянные от всех моих близких людей пинки, то, наверное, всего бы и не было этого. После Люберецкого краеведческого музея экспозиция переедет в Есенинскую библиотеку. Там ее тоже хотят выставить. А дальше она, возможно, отправится в Москву. Вот такая история о начале творческого пути в стране, над которой не заходит солнце. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Гостеприимный дом Талалаевых вновь распахнул свои двери для творческих людей. В селе Стройкино прошла традиционная выставка художественных работ. В ней приняли участие как опытные, так и начинающие живописцы. Творческая выставка под названием «Ирисуй мир» проходит в доме Талалаевых уже в пятый раз. Каждым годом здесь меняется не только количество участников, но и программа мероприятия. В этот раз организаторы художественного салона впервые провели мастер-класс для самых маленьких живописцев. Каждый рисует свою подругу, себя, кого угодно, но с красивой прической на красивом фоне. По традиции на открытие выставки пригласили отца Дмитрия, настоятеля храма в селе Стройкино и большого друга семьи Талалаевых. После напутственных слов и пожеланий успехов участники приступили к презентации своих работ. Первыми о своих картинах рассказали дети. Мысль представляет то, что вместо луны там большой кусок сыра. Это ангелочек. Я просто хотела попробовать нарисовать человека. И вот пришла такая идея. Хозяйка дома Галина Талалаева рассказала своим гостям о путешествии Ферапонтова. Как и любое яркое событие в жизни, талантливая художница запечатлила воспоминания об этой поездке на холсте. Здесь моя любимая картина, где Вася Талалаев, там вы его видели, работу «Ветер Талалаев», да? А здесь Вася Талалаев рыбачит, там же в Ферапонтовском монастыре. Смотрит на мир глазами художника и дочь Галины Ивановны. В этом году она впервые показала свои работы на выставке. На написание одной картины Марьяны уходит максимум один час. Очередное творение может появиться спонтанно. Я люблю путешествовать. Это Индонезия. Я приехала, нарисовала. Я люблю ходить в баню. Переславль – это вообще просто кладезь всего, кладезь человеческих сюжетов. Это Париж. Я ездила на работу и вот просто вот утром приехала, вернулась в Москву и быстренько нарисовала завтрак в Париже. Среди других участников дачного вернисажа можно было встретить известных художников, чьи картины не первый год восхищают своей красотой и неповторимостью. Я принимаю участие уже четвёртый раз в этом выставке, в салоне выставки. И я вот не был в этом году ни в Нью-Йорке, ни в Париже. Я в Паризане больше колесил. Надо жить в органике творческому человеку с окружающим миром. Любители живописного искусства и люди, делающие первые шаги в этом направлении, признаются, что находиться на одной выставке с такими мастерами для них большая честь. Я рисую в районе двух лет, поэтому, в принципе, для меня это всё довольно ещё ново. Ты рисуешь и как будто, не знаю, в другой мир переносишься. Каждый участник выставки в этот день воспользовался возможностью рассказать о себе и о своём творчестве, поделиться советами и планами на будущее и просто пообщаться с единомышленниками. Продолжением творческого дня стала традиционная чаепития с самоваром, а сопровождала его мелодия русской балалайки. Луизия Гязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова